Покопались! Едем выручать Стаса! Ребята, решили испытать лайфхак Девчонок уже нету Прикопали, успели! Доброе, доброе солнце! Ребят, ну че? Возглас я свой победный сдал, в этой ямке сигнал. Сначала думал двадцать четвертый год, ко мне подходил Камрад Андрюха, о, двадцать четвертый год, я тер, я тер, тер, смотри, двадцать пятый год. Все, ребята, я сдался. Пойду я на боковую. Всем, ребят, привет! Наконец-то я начинаю свое видео. Время, вечер. Копаем мы с утра. Заехали на одну деревушку, мне там очень не понравилось, в связи с тем, что были несколько брошенных домов, но эти брошенные дома рядом присутствовали и жилые, и было очень неудобно. Как вы видите сейчас по находкам, мы не вандалы, не мародеры, полы в доме не вскрывали. Видеосъемку я не делал в связи с тем, что камеру я с собой не брал, только был с собой телефон, потому что должен был позвонить Стас, которого мы сегодня выдергивали. Это тоже вы сейчас, наверное, увидите. Ребят, накопались. Едем выручать Стаса, который поехал по другой дороге в нашу деревню и где-то застрял. Вот. И я просто сделал фотографии того, чего я там нашел. Очень порадовал Сохран, очень порадовал. И связи там вообще не было. Стас объявился лишь тогда, когда мы выдвигались на эту деревню. Связь появилась. Если бы не Костяныч, который знает все дороги здесь, я бы Стаса никогда не нашел. Ребят, 30 километров мы его искали. Вернее, ехали до него. Так что находимся вот в таких вот красивых местах. В зачетных. Вот. С прошлых видеосюжетов, наверное, помните, да? У нас бригада была большая. Сегодня будничные дни. Мы поехали с разведкой. Деревне не понравилось, так что разведка не получилась. И решили заехать вот сюда вот. Здесь приночевать. И я решил только сейчас выпить, ребята, пивка. За находки. Если бы я это сделал утром и остался бы в той деревне, мы бы Стаса точно не вытащили. И он бы кукуковал бы в этой грязи, в полях, в одиночестве. В общем, кстати, ребята, сейчас среда. Помните видеосюжет, да? Который мы делали в выезд большой компании? Александра, который на желтой десятке. В общем, ребята, он до сих пор находится там. Представляете? Находится там. И, к моему сожалению, находится он, ребята, в озере. Да, ребята, машину он утопил. К сожалению, я не знал, что Камрад вот загульный, загулял. Ну, бывает. Бывает. Так что у нас все адекватные, нормальные. Я думаю, находки сейчас попрут у нас. Стан у нас организованный, классный здесь. Будет у нас сегодня и горячий ужин. На камеру записал. Вот, вот он, ребята. Стас фартовый. Он реально фартовый, ребята. Если бы я выпил пивка, как приехал на деревню, то он бы там и остался. Да, Стас? Сто процентов. Сто процентов. Так что он фартовый до сих пор, ребята. Вот на таких чахотках на коп ездить. Я ключи в машине закрыл. А машина закрыта. Фартовый, блядь. Ребят, вот с этим Камрадом ни один выезд у нас без приключения не было. Вот постоянно. Раз уехали, он забыл лопату. В следующий раз поехали, он меня сломал стеклоподъемник. Потом что-то поехали, еще что-то. И, короче, каждый раз одно и то же. Вот не было такого случая, чтобы все гладко, все прям. А сейчас забыл машины ключи. Как доставать? Да хрен ее знает. Ну ладно, сейчас узнаем. Ребята, решили испытать лайфхак. Лайфхак не работает, ребят. Не работает. Ребят, не работает лайфхак, ребят. Кто думает, что через телефон можно открыть автомобиль, невозможно. Ну, сейчас попробуем еще один лайфхак, ребят. Ребят, позвали на консилиум. Здесь монета вот такая крупная, я хочу сказать. Крупная монетка, но никто не знает, что за монета. Смотрите, чего-то 20, а тут корона. Не знаю. Год мы разглядели 1942, но монета размером с 2 копейки царицы полей. Вот такая монетка. Как Ваня сбил? 28, 36. 28, 36. Значит, цветной, наверное, латунь. Зачетный. Зачетный. Ребят, у Костяныча на фундаменте. В разгрузке он у меня. Он мне приготовил вот такую пятнашечку. И это серебро, ребята. А, лазарь. 1928 год. Багажник открой. Желтенькая такая. Да, да, да. Там багажники за рюкзаком в разгрузке. Зачет. А лучше мой багажник. Зачет. Кстати, вот. Вот этот интересный. Вот этот вещицу мы, ребята, подняли там, где я поднял кучу рассыпухи. Из-под подоконника. Это кто-то свою женщину любил и вот так вот сделал. Ну и этим, это с того же, да? С того же места. С того же места. Секунда. Ясно. Ну, не густо, не густо. Сравним с прошлым разом, да? Ча? Ребят, ну чё? Возглас я свой победный издал. В этой ямке сигнал. Сначала думал, 24-й год. Ко мне подходил Камрад, Андрюха. О, 24-й год. Ну, я тер, я тер, тер, тер. Смотрите, 25-й год. Сохран хороший. Ну, я еб... Муха, смотрите. Шандарахнул. Ну, я думаю, ничего страшного, замажу. Хорош, хорош. 25-й год, ребята. Это у меня на счету, по-моему, уже 10-й или 11-й монета. 25-го года, копеечки. Пора и двушки. Вон там у Андрюхи фундамент. А он там парни шурфят. А я хожу вверх, а собираю. Зачёт. Зачёт. 25-й год. Класс. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тёр, тёр. Я до последнего сомневался. До последнего. Ну, ладно. Пойдёт. Хорошая находка. Ваниш. Ваниш, ребята. Ваниш. А вот и нежеланный пассажир, которого привёз из соседней деревни. Но он был не один. Был и ещё трое. Один из которых наслаждался вкусом моей кровушки. В связи с активностью клещей и большой вероятностью быть укушенным, вот вам небольшая информация. Как только прокрывается солнышко и начинает зеленеть травка, народ массово тянется на природу. И здесь человека поджидают опасность стать жертвой нападения клеща. Если случилась такая ситуация, а поблизости нет медицинского заведения, то правила, как вытащить клеща у человека, должны помочь в походных условиях. Поэтому, чем быстрее будет обнаружен на теле присосавший паразит, тем меньше с его слюной в кровь попадёт возбудителей инфекции. Для этого следует тщательно осматривать всё тело после прогулки по лесу, парку, к реке, после поездки за город и срочно удалить обнаруженного клеща. Но осторожно и соблюдать правила, чтобы иммунизировать вред здоровью. Даже если клещ оказался чистым от инфекции, то сам факт укуса также несёт угрозу инфицирования и нагноения того места, где он присосался. Вот почему нужно научиться как быстро и безопасно удалить кровососы, внедрившиеся в кожу. Чем страшен энцефалитный клещ? Очень опасное заболевание, так как поражается головной мозг, центр всего процесса жизнедеятельности человека. Болезнь страшна не только своим течением, но и осложнением. Последствия энцефалита могут быть связаны с расстройством психики, нарушением работы опорно-двигательного аппарата, ослаблением зрения и слуха. Симптомы энцефалита. Для каждого вида заболевания свойственны свои проявления и степень тяжести. Но есть общие симптомы. Это высокая температура 30-40 градусов, сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, слабость, усталость, нарушение сна, боль в суставах и мышцах. Особенности удаления присосавшегося клеща. Для того, чтобы понять, как правильно вытащить клеща у человека, нужно иметь представление о строении паразита и о том способе, который он внедряется в кожу для насыщения кровью. Клещ имеет прикрепленную к душе свободно вращающую головку с ротовым аппаратом. Попадая на тело жертвы, он долго до часа может ползать по телу или одежде, выбирая подходящее для спокойного и безопасного трапезы место. Такими любимыми местами на человеческом теле являются места с наиболее тонким кожным покровом и близко расположением кровеносных сосудов. Это у нас пах, подколенные впадины, локтевые впадины, подмышечные впадины, участки за ушами, височная и затылочная область, лосянистая часть головы. Выбрав укромное место, паразит прикрепляется к нему присосками на лапках и хоботком. Осторожно и безболезненно для жертвы прокалывает ее кожный покров. Затем начинают вкручивать хоботок, погружая его в толщи кожи, чтобы достичь кровеносного русла. По мере насыщения кровью, тельце мелкого пучка раздувается, увеличивается до 10 раз. По этому признаку можно определить, как долго кровосос находится под кожей, долго или только что внедрился. В любом случае, его следует удалить. Как только кровосос будет обнаружен, наилучшим выходом станет обратиться в любое медицинское учреждение, где специалист, знающий, как вытащить клеща, сделает это профессионально и без последствий. Там же могут взять излеченного паразита на анализ, чтобы определить, не наградил ли тот жертву инфекцией. Но если такой возможности для укушенного клещом отсутствует, то насекомое придется удалить самостоятельно. Что сделал и я в данном случае. Ну а рассмотрим по удалению клеща несколько вариантов. Один, который я использовал, еще старый, с советского времени. По детству вытаскивали этим методом очень большое количество клещей с моего тела. Ну а в советское время мы делали вот что. Область укуса клеща мы промазывали подсолнечным маслом. И дали, наверное, минуты две, чтобы клещ стал задыхаться. Затем брали пинцет. Захватывать нужно не за тельца, а у самой кожи. И вращательными, осторожными движениями выкручивали полностью целого клеща. Причем это делалось именно по часовой стрелке. Не нужно дергать и делать резкие движения. А также недопустимо сдавливать само тельце кровососа. Такой способ подойдет в случае быстрого обнаружения паразита. Когда размер его слишком мал для извлечения пальцами. Следующий популярный метод это удаление нитью. Правда этот метод справедливо считается сомнительным. В плане безупречного результата. Поскольку требует сноровки и терпения. Иначе возможен риск отрыва тельца от внедряющего в кожу головки. Берется прочная нить или тонкий шнур. Вокруг кровососа у самого места укуса делается захват. Затем делается петля. Расшатывающими вибрационными или скручащими движениями. Постепенно извлекайте присосавшего кровососа. Если паразит только что въелся в тело и его размеры слишком малы. Скорее всего такой метод плохо пригоден. Потому как вероятность всего не удастся обвязать нитью крохотного паучка. И сделать обхват нитью. Но если есть увеличительное стекло. То можно постараться попробовать. Если нет в наличии пинцета. Или до больницы далеко. Если не удалось полностью извлечь клеща. Часто по неопытности. Или по причине охватывающей паники людей. Выдергивают клеща. Отрывая его торчащее снаружи тельце. От погружения в толщину кожи головки. Что в таких случаях делать? Главное не паниковать. И успокоиться. Найти швейную. Или инъекционную иглу от шприца. Булавку. Либо любое колющее острое предмет. Накалить на огне. Место откуда только что вытащили кровососа. Обработать любым доступным антисептиком. Действовать как при удалении обычной занозы. После извлечения остатков вредителя. Снова хорошенечко обработать. Сейчас в аптеке для тех кто планирует активный отдых на природе. Доступны специальные изогнутые пинцеты. Для удаления клещей. Они позволяют легко и полностью вытащить из кожи въевшегося паразита. Когда риск подцепить клеща в и сок из-за сферы деятельности. Во избежание опасных укусов. Можно прибегнуть к прививке против энцефалита. Пацаны как копается? Пацаны. Отлично. Лыше крыши. Лыше крыши? Нормально копается. Самое главное. Самое главное. Лыше крыши. Стас. Как ты сегодня? Отлично. Отдыхаешь. Отдыхаешь. Передай жене привет. Привет. Костяныч. Жене привет. Красавцы. Перекур, ребят. Перекур. От монет. Отдыхаем. Итак, ребят. Ночной шух продолжается. С задницы стоит Стас. Костяныч нервно курит. И у Костяныча, ребята, вот такая-то монета. По гербу вы уже видите. Медь. Ну, а год 1924. Ничего сверхъестественного. Просто 24-й год. Гурт ребристый. А то вы подумаете, очередная какая-то сенсация. Нет. Это обычная медная двушка. 24-й год. Ну, неплохая так-то. Неплохая. Стас там мучается, пыхтит. Ни хрена ничего не находит. Ну, пыхтит. Я тебе потом в конце выложу. Я пока срываю. Ну, пыхтит. Ну, не сглазить просто. Ну, не сглазить просто. Андрюха у нас ушел, ребята, на боковую. Устал, камрад. Но он, да, копает, дай боже, ребят. Вот такая очередная. В этом шурфе. Все, ребят. Я сдался. Пойду я на боковую. Не знаю, на сколько пацанов хватит. Где-то там в темноте проблескивает маячок фонаря. Я же пойду отдыхать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok